Слайды на экран. Вов, давай покажем, что такое инновация в Украине на Агротеке. После этого я приглашу всех панелистов сюда. Будем принимать вопросы от вас, дискутировать на любые темы, которые в рамках технологий бизнеса и общества вам будут интересны. Маленькое объявление для тех, кто планирует уйти. Первое, спасибо райфайзенбанку Валя за то, что это сделал. По окончанию панели, во сколько это будет? В 18.30 в интернете и стартапах торжественное закрытие форума. На выходе на стойках регистрации при желании с сумасшедшей скидкой вы можете купить билеты на следующий год. Спасибо большое. Открываем слайды. Вова, два слова. Это они. Давай. То есть я правильно понимаю, это часть отчета? Да, да. Отчет в целом включает информацию о ситуации в Украине на основании патентных научных источников и также рассмотрение ряда сфер. Мы в данном случае для айфорума выбрали Агротех, поскольку это ключевая сфера для экспорта в Украине и на самом деле интересно, что в ней происходит. Давай. Так. Первое, вообще для чего это, да? Для чего исследовать инновации? Мы взяли, сравнили наши результаты с результатами Нидерландов. У Нидерландов в 20 раз меньше земли, в 13 раз меньше людей работает в агросфере, тем не менее их экспорт более 100 миллиардов долларов за прошлый год. Наш пока 18. То есть это показывает, какой колоссальный потенциал есть у нас и насколько мы можем расти за счет более эффективной работы и использования технологии. Но тут единственное, смотрите, довольно вот все цифры на экране, да? Довольно пока оптимистические комментарии, но я бы прокомментировал по-другому. То есть мы декларируем себя как житница, которая всех кормит. При всем при этом Голландия с 1,9 миллионов гектар умудряется собрать экспорта почти на 100 миллиардов евро. А мы с 42 миллионов гектар получаем экспорта в 18 миллиардов долларов. Как так получилось? Давай, может, посмотрим на патенты, посмотрим на стартапы. Ведь Агротек у нас живой, правильно? То есть нам декларируют, зарождает, заражает. Давай посмотрим. Давай я буду кликером, я к нему уже привык. Назад. Назад. Окей. Слева вы видите график, это количество патентов опубликованных. То есть это те изобретения, которые в Агротек запатентованы в Нидерландах и в Украине. Черная линия — это Украина. Ну, видим, естественно, у Голландии их значительно больше с одной стороны. С другой стороны надо понимать, что из наших больше половины — это иностранные компании у нас, которые продают здесь высокотехнологичную продукцию и зарабатывают на этом значительную долю прибыли нашего агросектора. То есть я правильно понимаю, по большому счету мало того, что мы не занимаемся изобретениями и инновациями, там есть часть отчета, которая мне лично очень снесла голову. У большинства развитых стран основная часть патентов, например, это патенты. У нас в основном защищаются полезные модели. Мало того, в Украине защищается интеллектуальная собственность иностранцами практически наравне с украинцами, причем полноценными иностранцами, не просто офшорными компаниями. Крайне любопытная динамика. Да, идем дальше. Опять же, если мы посмотрим по направлениям, у Нидерландов есть очень четкая стратегия, очень четкие фокусы. Это растеневодчество, это животноводчество. У нас в основном патентуется агрохимия и растет использование агрохимии в меньшей степени агротехники. Крайне любопытно. Вот для меня, я честно, вот когда мне Вова на днях буквально показал, это я настоял показать эту часть отчета, потому что почти на всех выступлениях, конференциях и так далее, я слышу об агро-стартапах, я слышу о дронах, я слышу о дополненной реальности, я слышу о больших данных, об искусственном интеллекте и так далее, и тому подобное. Украинском, да. И потом оказывается, что в принципе агрохимия это единственная сфера, в которой, да, мы что-то изобретаем, да, мы что-то патентуем. Дальше. Да, это наше международное сотрудничество, то есть мы видим у нас очень большой импорт, очень многие компании с разных стран мира заходят, патентуют здесь свои решения и продают свою продукцию монопольно. Экспорт у нас пока относительно слабый, но я отмечу один момент, это экспорт с приоритетом в Украине, то есть это патенты, которые поданы здесь, а потом продублированы в другие страны, потому что можно подавать напрямую, да. Крайне любопытно, импорт, я смотрю, превалирующий Евросоюз в Штаты, экспорт у нас в основном в Россию, да, по патентам? Да, это так. Так, любопытно смотреть на все это в цифрах, потому что можно сколько угодно гнать пиар и коммуникации, но когда видишь, с этим довольно сложно поспорить, да, что тут? Опять же еще одна детализация, то есть те же вещи. Если мы посмотрим на экспорт Нидерландов именно в отношении интеллектуальной собственности, это практически 70% их патентов, они уходят сразу в другие страны, то есть это коммерческие продукты, которые они системно защищают и продают. У нас очень мало пока экспортных патентов, меньше ста получено. Опять же импорт у них очень маленький, у нас это большой импорт, 1800 документов. То есть я правильно понимаю, я агрохимию, мы тоже еще и импортируем. Мы импортируем, да, очень активно. То, что мы украсть не смогли, то мы импортируем, понял. Если посмотреть растеневочество, да, очень большой фокус у нас, это в основном университета занимается новыми растениями. У Нидерландов четкая стратегия, это теплицы и все, что с ними связано. То есть мы занимаемся растениями, они занимаются теплицами. Не здесь ли кроется ответ, почему тут 42 миллиона гектаров и маленький экспорт? Это очень как раз близко к этому ответу, потому что действительно за счет теплиц они получают основной результат. Это один из патентных ландшафтов, которые мы построили в этой теме на основании 3200 патентов. Это Украина, правильно? Это Нидерланды. А, это Нидерланды. Как раз красным подсвечены их патенты, которые касаются теплиц. Мы видим это большинство. То есть это разные системы контроля климата, освещения и так далее. Идем далее. Но что самое главное на самом деле, это опять же растеневощество, но в целом ситуация аналогичная. Что у них инноваторами и владельцами инноваций являются агрохолдинги. У них агрохолдинги владеют сотнями патентов, некоторые там больше тысячи. У нас в основном это опять же университеты или иностранные компании. Причем я вижу из пяти университетов два донецких, правильно? Ну да, естественно у них сейчас активность просила. В меньшей степени, ну наши компании очень-очень мало патентов, на самом деле оформляют как на компании. В основном это владельцы компании на себя. Если мы посмотрим на мир, основными драйверами сейчас в агро являются экспоненциальные технологии. Это робототехника, автоматическое пилотирование, точное земледелие, искусственный интеллект и дроны. И очень сильно растет количество патентов и разработок в этой теме. Мы сделали несколько ландшафтов, это будет удобнее посмотреть уже в самом отчете, который показывает как... Я предлагаю, давайте слайды выложим в общий доступ на странице фейсбука Singularity. Да, вполне. Окей. Я думаю будем звать панелистов, потому что люди устали. Я просто помню в Singularity, когда мы 6 дней подряд с 8 утра и до 11 вечера, но довольно тяжело сидеть, слушать и внимать. Комментирую, а я потихоньку думаю буду сейчас уже приглашать на сцену. Все готовы? Давай последний слайд и... Интересная тема в мире очень сильно растет и с точки зрения инноваций, и с точки зрения объема рынка, это вертикальные фермы. Но с одной стороны это интересная тема для нас, потому что у нас сильный IT и потенциально сильный агротех. С другой стороны это и определенные угрозы, потому что эти системы, они по сути позволяют очень эффективно выращивать урожай прямо в больших городах, минуя логистику, минуя все сложности с этим связанные. И при этом не привязываясь к черноземам и так далее. Стартапы все-таки есть. Стартапы есть, да, мы в партнерстве с юнитом тоже делаем этот отчет. Это, например, карта, которую они сделали. И в данном случае даже здесь, например, Край. Отличная разработка, мы ее сравнивали по патентам и по техническим характеристикам с мировыми аналогами. Они в своей нише одни из лидеров. Ну, на самом деле здесь ты предвзятый, потому что Create Technologies это, по крайней мере, они введут переговоры с ювенджер, с нашим инкубатором. Приглашаю на сцену наших панелистов. Да, спасибо. План такой. Обсуждаем инновации в Украине и у меня есть здесь таймер. За 10 минут до конца мы отправим микрофоны в зал. Если кто-то из вас хочет что-то спросить, одна просьба. Спрашивайте коротко. Хорошо? Первое. Наталья Пахомовская, DLA Piper. Те люди, без которых, я думаю, Analytics не смогли бы сделать этот отчет. И от имени Singularity, и от имени Analytics Group хотели бы сказать спасибо и дать 30 секунд сказать пару слов. Спасибо. Здравствуйте всем. Меня зовут Наталья Пахомовская. Я представляю международную юридическую фирму DLA Piper. Мы являемся одной из самых больших в мире юридических компаний с более чем 90 офисами в 40 странах. мира. Мы были очень рады приглашению поучаствовать в данном исследовании, выступить партнерами, экспертами подготовки данного отчета, а также привлечь нашу экспертизу. Это в частности наших коллег в Америке. Это более 35 специалистов по патентованию, поскольку из нашего опыта и мировой практики патенты, которые являются основой данного исследования, являются не только инструментом подтверждения прав на технологию, но также во многих случаях они значительно повышают стоимость стартапов и небольших технологических компаний, и даже являются основным фактором при принятии решения о покупке стартапов. Наталья, не спойлите, спасибо. Следующий на сцену приглашаю. Андрей Яворский, вице-президент по инжинирингу компании Global Logic. Следующий. Олег Кудренко, университет сингулярности и глава по блокчейну стартапа Payphone. Следующий. Никита Лукьянец. Сейчас зачитаю. Pocket Confident AI. Я все забываю название. Таня Гринёвов, BitLife. Ира Новикова. Один из самых интересных стартаперов в вопросах краудсорсинга на сегодняшний день в Украине. Сергей Евтушенко, червоный маркет. Также человек, который в ритейле интересуется инновациями так, как никто в этой стране. И наш небезызвестный Алексей Куприенко. Нужно спрашивать и о плохом тоже, да, Леша? Окей, смотрите, ну вопрос такой. Мы посмотрели на Agro, да, то есть вскользь, понятно, что там десятки, если не сотни страниц об Agro и все детали есть. Но если в Agro немножко подразочаровались, то в каких сферах у Украины действительно есть шанс? Я думаю, с Андреем начнем. Мы с вами собрались на IT-форуме. Рад видеть вас всех, что вы задержались на такой поздний час, последнюю сессию. И, естественно, верим в IT-технологии. В Украине огромный потенциал по развитию рынка программного обеспечения, как созданию программных продуктов под заказ, так и развитие своих собственных технологий. Я уверен, в сегодняшней сессии вы увидели множество стартапов в области финтека, смотрели прекрасные работы ребят в области e-commerce. И могу подытожить это тем, что на данный момент на нашем рынке порядка 120-130 тысяч профессиональных программистов. Этот рынок наращивается со скоростью порядка 15-20 тысяч дополнительных специалистов ежегодно и имеет все данные для того, чтобы следующие пять лет удвоиться, а то и утроиться. Окей, я думаю, давайте менять индустрии. Таня, вот как ты считаешь? Передавайте, делитесь микрофонами, к сожалению, они у нас в дефиците. Тань, как ты считаешь, вот все-таки технологии, вот что бы ты выделила, и если не технологии, то о чем говорят люди? О чем говорят люди, да, спасибо большое. А то я все с утра думала, что я буду говорить про агро. Слава богу, что не только про агро. Я бы хотела, наверное, обратить внимание на спрос, да, то есть о чем говорят люди, что их заботит и как это изменилось за последние несколько лет. Я, естественно, говорю о том, на что я обращаю внимание, это вот на фитнес, ЗОЖ и осознанное потребление, например, тех же продуктов питания. Это то, что вот для меня с тем же агро, в общем-то, связано. Я думаю, что даже те, кто... Кто здесь бегает в зале? Нет. Ну, есть там, были люди. Нет, для меня это, кстати, крайне любопытный феномен. Все вот как-то одновременно побежали, да. Я помню, как я когда был маленький, мы это ненавидели, а сейчас вот все бегают. Да, ну, то есть, ну, тренд на самом деле там... Думаешь, связано с технологиями как-то? Я думаю, что связано с технологиями, которые трекают вообще твое состояние, да, и вот модность их использования. С одной стороны, то есть там даже Apple Watch, они меряют твой пульс и активность, и даже тот же смартфон, он может там мерить вообще количество шагов и твою активность на протяжении дня, количество этажей и прочее, прочее. Вот. Количество бегунов в той же Украине, то есть участников соревнований, увеличилось в два с половиной раза за последние два года. Ну, то есть довольно в два с половиной раза. Ну, это экспонента по большому счету. Да, 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 то есть очень это быстро. Соответственно, я думаю, что у нас пока еще нет каких-то супер прорывных инновационных технологий, которые мы в Украине создали, там, для фитнеса и для, там, тоже, не знаю, производства органического чего-то, но как минимум спрос показывает, что это нужно. Количество там, например, тот же магазин. Но ты считаешь, что это нужно закрывать вот украинским рынком, то есть не просто не обращаться к тому же Apple Watch. Я думаю, что они могут это закрывать. Ну, тот же RON, например, о котором мы упоминали. Ну, в принципе, да. RON – это как раз украинская история успеха ровно из этой сферы. Тогда вопрос твоему соседу. Как человеку, у которого в названии бизнеса есть две заветные буквы AI. Искусственный интеллект и Украина. Перспективная индустрия или стоит просто аутсорсить либо отправлять людей на запад? На мой взгляд, Украина обладает фундаментальным образованием на данный момент, техническим образованием. Это сильная сторона, которая не присутствует, к примеру, в американском образовании, которая более ремесленна даже в техническом плане. Но успехи в искусственном интеллекте оправдываются только при стратегическом владении данными и большими данными. Украина на данный момент в энергетическом плане не способна обеспечивать дата-центры. Это либо дорого, либо компания не готова хранить их в Украине. Это существенная проблема. Олег, я так понимаю, биткоин и блокчейн, правильно? Ну, тут все очень просто. Биткоин блокчейн комьюнити украинское, оно является одной из самых сильных в мире, но при этом как это поможет или не поможет Украине не очень понятно, потому что это же блокчейн комьюнити, оно воспринимает Украину как источник неприятности и опасности. То есть в любом случае тех технологий, которые развиваются, они развиваются в международном сегменте и страна воспринимается как там СБУ, как непонятное налоговое и как что-то, что скорее вражески настроено. Поэтому у нас огромный потенциал, но мы можем его просто пропустить в какой-то момент. Ира, технологии или люди все-таки? Технологии или люди, и технологии, и люди. Смотрите, я почему задал этот вопрос? Ну, то есть мы все так надеялись на Агро, мы надеялись стать вот успешной страной, но пока видим, что ну не очень хорошо получается. Я просто вот хочу от вас получить какой-то совет по успеху, да, то есть если не Агро, то что? Если не Агро, то что? Ну, ты знаешь, я как бы разрываюсь между наноматериалами и краудсорсингом и 17 лет проработала в коммуникациях, поэтому я верю в силу толпы, в силу коллективного разума, в создание глобальных международных краудсорсинговых платформ. И ты знаешь, что мы с командой сейчас работаем над стартапом P8. Это краудсорсинговая платформа, по существу это Uber для брендов, консюмеров, потребителей и общества, где мы будем решать как коммерческие задачи компаний, брендов, непосредственно потребителей и рабочей силы. То есть синергия технологий и людей по-хорошему, да? Да, такие таски общества. Интересно. И делая эту платформу обязательно доступной для людей с инвалидностью, потому что я думаю, что вообще социальная миссия вот бизнеса это объединяться все-таки и решать проблемы общества. И когда вот эта синергия получится, да, и будут появляться вот такие проекты, которые будут нести не только как бы направлено на заработок денег, но и на социальную миссию, мне кажется, что вот может получиться эффект. И Украина может быть флагманом таких изменений. Я, наверное, спрошу еще Сергея, будем потихоньку... Я предлагаю, может откроем микрофон и залу после того, как Сергей ответит, и пообщаемся с залом. Просто мы в своей подготовке не учли одного. Многие из этих людей сидели здесь, начиная с 9 утра. Поэтому, может, дадим им возможность пообщаться с нами напрямую, как вы считаете? Пока Сергей отвечает. Мы можем организовать два микрофона в зал? Нет? Забрать один отсюда. Окей, хорошо. Забираю один. Сергей, технологии или люди? Есть ли технологии какие для Украины? Рецепт успеха? Я думаю, что здесь нужно найти такой симбиоз соединения технологий и людей, чтобы технологии помогали принимать правильные решения людям. Я с тобой, Игорь, тоже готов немножко поспорить по поводу сельского хозяйства. Сельское хозяйство, в том виде, в котором оно есть, скорее всего, да, но не имеет таких хороших перспектив. А вот другое сельское хозяйство с интересными продуктами питания, я думаю, что имеет сумасшедшие перспективы. И в пример, чтобы не быть голословным, есть такая в России сеть вкусвилл. Они торгуют только органическими продуктами в дисконт. И они ищут какие-то материалы, грубо говоря, которые будут заменительными, там, мясо, которые будут интересны, там, продукты питания, но при этом органические, доступные и так далее. Вот в этом сельском хозяйстве у них потенциал огромный, они ищут реальных себе поставщиков. В Украине эта ниша вообще не занята. Но тут есть один нюанс российская, да? Да, да, да. Так вот наоборот, в Украину они не идут, а у нас свободная ниша. Welcome. Кто не станет миллионером в дополнении твоей презентации? Как считаете, коллеги, если вы хотите, микрофон один, но можно вклиниваться в этот разговор. Да, вот пока Таня говорит, есть вопросы из зала? О, отлично. Тогда Тане не дадим сказать, будем на вопросы лучше отвечать. Добрый день. Добрый день. Добрый день всем. Меня зовут Дмитрий Зазуля, компания Smart Farming. Вот вы убрали слайд, а мы там были как раз изображены. На сегодня мы являемся, наверное, одним из… Дим, можно микрофон, да? На сегодня мы являемся, наверное, одним из крупнейших интеграторов в агросфере. Природно к нам обращается достаточно большое количество компаний с идеями на разном уровне готовности. Нам это нравится, мы это приветствуем, всех зовем к себе. Но рук у нас там… У меня две, у Назара две. То есть ресурс ограничен. На что, по вашему мнению, нужно делать ставку в агротехнологиях в первую очередь? Дроны не называть. Дроны не называть, понятно. Но я думаю, Андрей, начнем с вас. Агро. Ну да, да, да. Давайте я вам скажу немножко альтернативную точку зрения, не связанную до конца с агро. Мне кажется, что для развития любого, в том числе агро или IT-бизнеса в этой стране, бизнесу необходимы с одной стороны условия, с другой стороны бизнес должен делать какие-то шаги для того, чтобы получать эти условия. Конкретно для развития любого бизнеса необходимо верховенство права, которое приведет к тому, что в эту страну пойдут инвестиции. Стабильное законодательство и более-менее продуктивная система образования. Что делать бизнесу, чтобы получить эти условия? Я думаю, вопрос был, какая из технологий приоритетно. Да, я понимаю, что какая из технологий, но дело в том, что вам не будет неважно, какова технология, если вы не сможете получать инвестиции для их развития здесь. Для того, чтобы вам развиваться в этой стране, вам необходимо консолидироваться и четко говорить о том, что вас интересует. Я, например, не слышал про организацию IT в агро или современные инновационные агро-решения. Наши индустрии очень распорожены. В них существуют огромные отрасли, как в агро, так и в IT, направления, связанные с разным бизнесом, от продажи оборудования до разработки каких-то систем. Все они жалуются на государства и все из них хотели бы как-то эффективнее взаимодействовать в этой стране. Жаловаться контрпродуктивно, продуктивно объединяться в ассоциации, консорциумы и последовательно отстаивать свои права. Так что, мне кажется, это будет самым главным для развития любой индустрии в этой стране. Если конкретно посмотреть на агропромышленный комплекс, с моей точки зрения, достаточно большой потенциал идет от технологий, устраняющих рутинный повторяемый труд. Конкретно в Украине будет большая проблема с демографией. Более того, она уже существует по разным источникам. Из страны выехало порядка двух миллионов людей, в основном занятым ручным трудом. Соответственно, беспилотные или автономные технологии в области сельскохозяйственной техники явно станут востребованы в ближайшем будущем. Все то, что автоматизирует процессы. Спасибо. Коллеги, есть у кого еще какие идеи, какие предложения? Я больше. Володь, я думаю, у тебя включен микрофон. Я бы на самом деле хотел прокомментировать. Коротко только. Не совсем правильно то, что агро. Агро у нас огромный потенциал. И на самом деле сейчас… Мы им не пользуемся. Да. Вопрос в том, что, и основной месседж в том, что когда в него зайдут массовые инновации, этот потенциал он еще в разы увеличится. То есть и мы сможем зарабатывать в этой теме намного больше. Коллеги, я смотрю, вы все в философии, и я отвечу на вопрос. Я бы, если бы у меня было всего две руки, я бы занимался данными, анализом данных. В первую очередь. А потом все остальное. Есть еще предложение по агро? Только коротко. По технологиям. Окей, нет. Давайте еще вопросы. У кого есть микрофон? Да. А где девушка с микрофоном? А, микрофон уже отдали. Вы следующий. У меня простой вопрос. Частично я на него ответил, но все-таки мне хотелось бы услышать. Есть бизнес, инновации и большой разрыв между государством. Вот этих двух понятий. что вы можете сказать, комментировать хоть как-то? Есть хоть какая-то работа? И как вы видите эту работу сейчас? Вот что можно сделать, чтобы вот этот разрыв преодолеть? Он такой голос. Коллеги, вы слышали вопрос? Или... Да, Никита. Давай. Там просто город будущего разбушевался, поэтому у меня не все слышно. Вопрос в повестке дня. И я свяжу это со спецификой своей работы в сфере искусственного интеллекта. Есть такая страна, как Туркменистан. В Туркменистане есть министерство коней. Это повестка дня. В Франции есть министерство искусственного интеллекта. Было создано 29 марта этого года, вернее оно создавалось долго. 29 марта анонсирована была стратегия присутствия Франции на мировой арене в сфере искусственного интеллекта. Повестка дня Security, Healthcare и Humanity. Вопрос заключается в том, какая повестка дня технологическая у Украины на ближайшие 20 лет? Есть ли она в принципе? Каким образом технологическое сообщество участвует в формировании повестки дня? Это обратный вопрос. Я думаю, что этот вопрос является ответом на ваш вопрос. Мне вот Лешина мнение интересно. Леша, что ты скажешь по этому поводу? Я извиняюсь, у нас iForum то кликер и теперь у нас один микрофон на большое количество кликеров. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос следующим образом. Смотрите, я определяю отношения с государством у бизнеса и прежде всего такого передового как инновационный, как самую доступную для ощущения форму буллинга. То есть с моей точки зрения мы все пытаемся в государстве увидеть рефери, а это игрок. И если у вас была возможность послушать мой доклад, то я настаиваю на следующем, что пока агрессор не почувствует неудобства от конфликта, он его не прекратит. Он будет продолжать посягательство. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам когда-нибудь дадут законы, которые сделают нашу жизнь лучше, я в это не верю. Я считаю, что сообщество само способно реагировать на угрозы. Технологии – это то главное, чем мы можем вооружиться для того, чтобы конфликт с бизнесом для государства стал просто невыгодным. Самоорганизация и вклад каждого из нас – это то, что нас спасет больше, чем что бы то ни было идущее сверху вниз. Спасибо. Сказал, как отрезал, Сергей, да? Я в добавление скажу по отрасли ритейла. В Германии объединяются в определенное профессиональное объединение, и это является такая огромная глыба, которая идет, не боясь государства, с какими-то законопроектами, со всеми своими инициативами, и государство уже тут не может ничего противодействовать. Поэтому объединение по таким группам – это единственный шанс на равных разговаривать с государством, и никуда оно не денется. Поэтому объединяйтесь, в этом наша сила. Слушайте, я немного добавлю следующий вопрос. Мне очень импонирует сегодня позиция Миши Чабаняна. Мы сидели в пресс-центре, и он очень правильно говорил по вопросам национальной криптовалюты и так далее. Он говорит, есть два игрока. Есть государство, у них все готово, но нет политической воли – это слово, которое мы часто слышим. И я. Говорит, а у меня, может, не так все готово, зато у меня есть воля, и посмотрим, кто первый. Мне кажется, это тоже довольно прагматический подход с государством. Еще вопросы? У кого был микрофон? Да. Привет. Меня зовут Максим. Я SEO-стартап Азиокс. Мы создаем платформу для водителей, которые считают, что у них недостаточно навыков вождения, получить дополнительные уроки вождения с профессиональными инструкторами с помощью приложений. Мой вопрос. Что вы думаете о развитии вообще сферы образования в Украине, особенно в таких сферах, ну, как вождение и подобных? Я считаю… Сейчас. Ну, коллеги, с вашего позволения, я тут отвечу. Ответ довольно простой. Что вы знаете о системах автопилотирования и прогнозах о их проникновении в массовый рынок? То есть, как бы, к сожалению, у вашего стартапа, по крайней мере, мне кажется, есть срок годности. И причем он, ну, довольно стрёмный. Поэтому, мне кажется, да, надо в какой-то степени улучшить систему, потому что наследие совка, которое осталось, оно, ну, никуда не годится. Но, с другой стороны, делать это приоритетом я бы тоже не делал и аккуратно относился бы к открытию стартапа в этой сфере. Потому что, ну, это примерно то же самое, как делать стартап по лошадям, там, когда у Форда уже начал работать конвейер. То есть, конец известен. Коллеги, есть мнение на этот счет? На мой взгляд, я согласен с Игорем в том, что у вас очень специфическая тематика. Возможно, вы будете таргетировать какой-то премиальный рынок очень богатых людей, которые захотят учиться водить, когда все будут ездить на беспилотных авто. Однако направление образования сверхперспективно. Те стартапы, которыми занимаются вот мои коллеги с искусственным интеллектом, лишат работы, наверное, треть или четверть сидящих в этом зале. Однако эти же стартапы создадут новые профессии, новые технологии, которым необходимо будет изучить. И методы обучения радикально изменятся. Так что, возможно, ваши наработки, ну, каким-то образом будут применимы в будущем. Думаю, вот это вопрос был провокационный. Спасибо, поотвечаем. Если я чем-то обидел, я потом буду вот там, можно подойти и со мной поспорить. Кстати, у кого следующий вопрос? Вы пока микрофон перетаскиваете. Я коротко еще добавлю пять копеек про образование. Есть очень много сфер, где нужно какое-то онлайн-образование просто потому, что не хватает базы знаний. И чуть-чуть дополню Игоря. Мы когда-то в Singularity общались по вопросу, когда настанет момент, когда водить человеку запретят, кроме пожарников, военных и кому-то. То есть, с учетом, что есть автоматическое пилотирование, которое меньше приводит к смерти, чем ручное, вопрос человека за рулем скоро станет вопросом очень больших денег и специальных лицензий, как нам кажется. Не, но я добавил бы, да, человек не настолько совершенен в вождении, потенциально, вот потенциал человека не так высок, как потенциал компьютера. То есть, зачем, да, то есть, зачем принципиально считать на счетах, когда можно пользоваться калькулятором, да, это быстрее и эффективнее. Поэтому вот ответ такой имеет смысл менять, но, по моему мнению, не очень приоритетно. Да еще? Думаю, у вашего стартапа огромный потенциал. Дело в том, что, как сказал Андрей, есть потенциал для создания рабочих мест. Три месяца назад мы открыли две позиции для учителей искусственного интеллекта, которые обучают алгоритмы. Можете подумать о создании комьюнити, которая будет обучать системы вождения. Кстати, да, вот это классная тема. У меня тоже очень короткие пять копеек. Ну вот про то, что на самом деле автомобили уже не будет особенно ни у кого, по-моему, было где-то час назад на этой же сцене, потому что там или Uber, или беспилотники, или там что угодно. Вот. Но сама история про… Когда вы начали задавать вопрос, я сразу подумала про sharing economy и про то, что это будет не просто там рабочие места для тех людей, которые будут создавать алгоритмы, а это может быть какая-то там сеть людей, которые просто могут быть там условно или репетитором, или там передавать знания в какой-то другой сфере. Ну это то, что я думаю и то, что мне кажется очевидным. Давайте следующий вопрос, потому что о транспорте и о провокационных вопросах по стартапам можно… У кого микрофон? Если микрофон, давайте говорите, да. Здравствуйте, у меня достаточно короткий вопрос. По статистике из IT-сферы Украины 80% это IT outsourcing, еще 15% это… Короче говоря, 5% всего лишь составляют продуктовые компании, именно стартапы. Каков ваш прогноз на все-таки… на будущее именно продуктовой сферы IT-сферы в Украине, и что произойдет в будущем с IT outsourcingом? Понял, спасибо. Я думаю, что все-таки вы будете отвечать вторым, а я скажу первым, потому что у меня микрофон ближе. Нет, смотрите, мое мнение такое, если мы сможем превратить Украину в рынок, то прогноз очень оптимистичный, потому что в Украине мало продуктовых компаний, и в IT в том числе. Это в основном потому, что Украина не является рынком. Создавая продуктовую компанию, то малое количество, которое их создается, те компании начинают сразу смотреть за рубеж. И их можно понять. То есть как только мы создадим рынок здесь, это возможно, это правда возможно. Но это мое мнение, здесь оптимизм. Сейчас профессионала услышу. У меня непротиворечивое мнение. Если вы посмотрите на стартапы и на корпорации, корпорации, которым сейчас называют аутсорсинговые, обычно под стартапами подразумевает что-то доброе, под корпорациями что-то злое. Однако две эти сущности такой своей диалектичной природе, они похожи на притчу о древнем воине, который убил дракона и сам стал драконом. Любой стартап в какой-то момент становится прибыльным и становится корпорацией. И заполняет свою роль в этой экосистеме. Большие компании обладают большим ресурсом для того, чтобы развивать и инвестировать в технологии. В нашем IT-бизнесе технологии в конкретном счете это люди. Люди являются их носителями. Стартапы не могут тратить свои усилия на то, чтобы тренировать инженеров, развивать технологии и так далее. Всю эту экосистему поддерживать. Они существуют другую функцию. Играют с технологиями, берут людей, которых вот эти корпорации натренировали и привлекают к себе инвестиции. Это взаимосвязанные сущности. В данный момент Украина находится в такой ситуации, что маятник склонился в сторону больших корпораций. Однако при создании соответствующей среды для стартапа существует огромное поле деятельности. Именно хороший рынок труда, людей, которые имеют многолетний опыт в разнообразных инженерных индустриях и готовы их применить для создания своих собственных продуктов. Так что ответ на него даст, наверное, динамика развития этой страны. Чем более либеризированным будет наше законодательство, стабильная экономика и, опять же, верховенство права восторжествует, тем больше будет продуктовых компаний. Чем меньше их, тем больше мы будем видеть просто сервисных компаний. То есть ответ мы получим в 2019 году по-хорошему. Олег, сейчас давай, наверное, возьмем еще один вопрос, потому что будет начинаться с закрытия. Предлагаю взять этот вопрос, финальный по пару слов от каждого. Все, что вы хотели бы сказать тем стойким бойцам, включая меня, которые все еще здесь. И переведем это в неформальное общение вот здесь вот в углу для тех, кто не хочет слушать закрытия. Последний вопрос у кого? У кого микрофон? Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. А, абсолютно. Очень признательность за доклад, да и Алексея Куприенко. Вопрос может показаться несколько философским, но тем не менее все мы живем в общей среде и в обществе. Какие критерии экологичности и социальной ответственности бизнеса и вообще важно ли это? Леш, ну давай, наверное, начни отвечать ты все-таки. Вы знаете, я попытаюсь ответить на это все-таки мотивами своего доклада. Та социальная ценность, которую вы создаете на сегодняшний день, это фундамент вашей репутации и непотопляемости в современную эпоху. Компании ради денег уходят на второй план. За ними нету истории, в которые поверят миллионы. Это означает, что их ждут миллиардные убытки Нестле и информационные атаки Цитруса. То есть, соответственно, социальная история, ваш вклад, который вы даете окружающей среде, это залог вашего существования. Если вы можете туда заложить действительно емкую ценность и что-то, что действительно важное для инвайромента, это ваш залог бизнес-выживаемости. Деньги ради денег больше не работают. Леш, спасибо. Я бы добавил только следующее. Был такой бизнес-гуру Майкл Портер. Я точно помню одну из его цитат. Он говорил, если ваш бизнес фокусируется на чем-то, кроме прибыли, на чем угодно, то, в принципе, ваш бизнес долго не проживет. Его компания обанкротилась. Поэтому, я думаю, для меня вот это самый наглядный пример. Коллеги, в свободном режиме все, что хотите сказать. Микрофон ваш. Коротко. Если ваш бизнес создается и этим будут гордиться ваши дети, вперед из песни. Мне кажется, что у нас есть все ингредиенты для того, чтобы успешно развить как IT, так и все остальные индустрии. Дело только за тем, чтобы мы перестали смотреть на внешних фрагов, а на друг друга и смогли объединиться. Поддержу. Я считаю, что у нас очень большой потенциал. И, соответственно, внедряя новые технологии, развивая их у себя, и у нас есть для этого компетенции, мы можем очень быстро развиваться и обогнать многие страны. Я скажу фразу, которую нам сказали на выпускном, когда я училась в Singularity University в Силиконовой долине в тринадцатом году. Пожалуйста, мы просим, let's celebrate failures. Празднуйте поражение. Это очень важно для стартаперов, потому что только после десяти-пятнадцати поражений будет победа. Это тоже очень важно – не сдаваться, идти вперед и как бы верить в мечту, верить в себя и в команду. Спасибо. Я помимо потенциала добавлю, что мы живем сейчас в открытом мире, в котором можем поехать в любую страну и посмотреть на их опыт, и просто не изобретая перенимать то, что уже работает. Там тот же про IT-сектор. В Беларуси, казалось бы, неожиданном примере есть ПВТ. Это область в Беларуси, созданная на бумаге, которая остановила оттечку IT-ресурсов. И таких примеров очень много, которые очень просто копируются и привносятся в нашу экономику, если есть на то политическая воля. Не существует национальных границ и не существует украинских стартапов. Если стартап ориентирован на закрытый рынок, как правило, он очень маленький. Вы можете, вы имеете возможность создавать компании как в Украине, так и за границей. Вы имеете возможность быть сотрудником любой компании, как в Украине, так и за границей. Если вопрос про социальную ценность для чего-то, я сразу же вспомнила цитату Фила Найта, который создал Nike. Он говорил о том, что если вы делаете бизнес только ради денег, это плохой бизнес и, скорее всего, не очень прибыльный бизнес. Я уверена, что в 99% биографических книг о бизнесменах там где-то в каком-то формате будет эта фраза. И мне кажется, что социальная ответственность для бизнеса, то есть создавание пользы в каком-то виде, это уже какая-то супер базовая вещь, которую нельзя избегать. Супер, спасибо. Тогда я подскажу небольшой лайфхак оставшейся аудитории. Выход там. Здесь будут собираться наши панелисты. Наверняка у вас есть вопросы. Поэтому, если вы будете двигаться в этих двух направлениях, никуда они от вас не денутся. Хотел бы попросить вас в первую очередь поаплодировать всем. Во-вторых, меня жутко пугает голос Ольшанского, доносящийся оттуда. Это значит, мы немножко задержались. Поэтому все вопросы панелистам можно задать еще в неформальном режиме. По поводу нашего обещания проверить через год, сделал ли кто-то, решил ли кто-то хоть одну из этих проблем, мы не шутили. Вместе с BitLive, я думаю, мы продолжим все эти дискуссии в гораздо более расширенном, длинном формате и дадим площадку всем панелистам высказаться. Я открыт для вас всех в Фейсбуке, даже если будет небольшая задержка с ответами, я обычно отвечаю всем. В принципе, увидимся через год. Спасибо, что пришли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ